В Твери температурные качели. Относительно тёплая погода в начале недели превратила тротуары и дворы в настоящие катока. Последующий снегопад только ухудшил ситуацию. В этой связи Тверской ЖЭК усилил работу по расчистке и обработке дорог противогололёдными материалами. В такую погоду трудно и пешеходам, и автомобилистам. Снаружи снежный покров, а под ним лёд. Специалисты говорят, что между гололёдом и гололедицей есть существенная разница. В первом случае это слой льда, образовавшийся при замерзании воды. А гололедица — это утрамбованный снег в местах, где ходит транспорт и много пешеходов. И то, и другое представляет опасность для горожан. Во время падения люди получают ушибы, из-за чего обращаются в травмпункты. Когда падаешь, там будет полсекунды, и сам уже лежишь. Поэтому получаются самые частые переломы. Нельзя падать на одну руку или на одну ногу, понимаете, потому что она не выдержит резкого падения с массы своего тела, да ещё с разбега. Поэтому здесь вот как гупироваться надо и падать и катиться. Из-за резких перепадов температуры и ухудшением погодных условий Тверской ЖЭК усилил работу по расчистке и обработке дорог и тротуаров противогололёдными материалами. Спецтехника предприятия убирает с дорог выпавший снег и обрабатывает их рентгенами и песко-соляной смесью. Последнюю наносит и на тротуар центральных улиц Твери. Вниманию уделяется обработке в пешеходных переходах, остановок общественного транспорта, а также тротуарам вблизи социально значимых объектов города. Сейчас задействовано порядка 40 единиц техники. На тротуарах работают около 145 дворников. Все работы по уборке города ведутся в круглосуточном режиме. Поставлена задача в кратчайшие сроки произвести очистку города от снега и наледи. Проводится постоянный мониторинг состояния объектов уличной дорожной сети. И по результатам мониторинга в адрес СМОБЖЕК направляются предписания об устроении недостатков содержания объектов дорожного хозяйства. Напомним, что ответственность за уборку снега на придомовых территориях и очистку кровель от наледи лежит на управляющих организациях жилого фонда. Администрации районов осуществляют контроль за качеством этой работы. Укани добросовестно исполняющие свои обязанности привлекают к административной ответственности.